здравствуйте друзья вы смотрите канал секира и мы сегодня на фестивале русборг и с нами клим жуков клим привет рад видеть всем привет да снимаем и в немного экстремальных условиях только что был проливной дождь сильный ветер попадала половина палаток в лагере но мы решили вот именно сейчас прямо сейчас быстренько снять наш интервью сразу первый вопрос ты начинал как реконструктор позднего средневековья ливонский орден княжеская дружина фестиваль рыцарский замок почему сегодня делаешь ранее средневековье что привлекает в этом направлении если быть точным сначала княжеская дружина потом ливонский орден фронтологическом порядке в девяносто четвертом я поступил в княжескую дружину а в девяносто шестом у меня появилось второе гражданство в ливонском ордене там я до сих пор и пребываю раннее средневековье я начал делать в 2002 году довольно давно поэтому я даже не знаю что мне туда привлекло это было ну черт возьми 20 лет назад ну практически как как вчера скажи а как сильно изменилось на твой взгляд движение исторические реконструкции с 90-х годов ты же вот с 90-х начал и видел все восстановление изменений народу стало больше что не может не радовать стало конечно же гораздо историчнее если мы говорим все-таки про историю во что мы одевались в 90-е годы даже без слез не вспомнить за редким исключением были у нас пристойные тогда это были очень редкие исключения очень редкие исключения да ранее средневековье кстати говоря было в полном кошмаре в это время просто в полнейшем кошмаре все эти адские кожаные стеганки толщиной с матрас герман бюй солдатской каски и вот это вот все короче говоря мы мы все это помним кожаные ламеляры кожаные ламеляры куяки ноги обмотаны коровьими шкурами как фильме на камнях растут деревья потому что по-другому невозможно щиты толщиной в полтора-два сантиметра которые весят как катушка кабеля что-то в этом духе пошел дождь чтобы улучшить нам настроение это настоящая реконструкция так точно ну и что а теперь этого всего нет это было очень тяжело я бы сказал позднее средневековье находилось с самого начала в несравненно более выгодной ситуации потому что как-то люди там подходили к вопросу посерьезнее в массе а ранее средневековье это были ужасные гоблины на которых смотреть было страшно а потом появилась ассоциация гордарика и все поменялось в лучшую сторону конечно с одной стороны с другой стороны чем больше народу это очень хорошо чем больше народу тем у тебя меньше шансов что называется войти в узкий круг общения потому что круг все шире а через это часть душевности пропадает бывает на фестиваль а раньше было не так раньше был фестиваль на 150 человек это за счастье ну конечно все поголовно друг друга знали сильно дружили ну или по крайней мере тесно общались сейчас такого уже не получается все равно атмосфера на мой взгляд сохраняется на сборке можно в любой лагерь зайти и тебе вечером нальют угостят и и повеселят обязательно этого на российских фестивалях так везде ну я бы сказал так на постсоветских фестивалях так везде где я был это в европу куда приезжаешь там например в швецию 90 процентов лагерей чтобы очень мило побеседовать поздороваются ну и потом попросят тебя идти дальше год собственно шоу будут сидеть как бы сами да наверное есть некоторые отличия вот может быть это потому что у нас не так давно произошла урбанизации сохраняется вот тут немножко деревенское до общение в душе так точно все друг другом должны у них это произошло дальнее дальнее по времени вообще как ты оцениваешь изменения как более положительные или как отрицательные в движении стрельские конструкции вообще если мы говорим про ранее средневековье то на мой взгляд тенденции конечно в основном положительные потому что есть одной стороны старые крупные большие фестивали типа руссбурга при этом появляются новые фестивали что не может не радовать сильно изменяются форматы вместо стандартного всеми нами любимого приехали поставили палатки избили друг друга топорами и пошли праздновать и так четыре дня подряд появляются какие-то новые движухи какие-то игровые элементы вводят но интереснее гораздо на блат гельде да что об этом мы еще поговорим чуть позже и назови какие-нибудь вот ярко отрицательные тенденции которые ты видишь чтобы его ты знали их и прямо отработали по ним чтобы их искоренить это все что связано с хорошим порождает свое отрицание такой закон диалектики есть до отрицание 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 борьба противоположность так точно должно родить что-нибудь хорошее в итоге ну то есть у нас появляется чем больше народу тем меньше люди друг друга знают и общаются опять же по по чисто физическим причинам через это у нас пропадает некая душевность она не исчезает ее просто делается меньше она растворяет что-ли в этой массе людей ну и какое-то все делается более коммерческое я только за коммерцию мне даже справка есть по этому поводу но не все короче говоря за деньги можно вот душевность за деньги купить нельзя и поэтому как как-то нужно организатором всех фестивалей и не беру какой-то конкретный эту грань выдерживать между личным общением и зарабатыванием денег потому что если удариться только в зарабатывание денег в общем личное общение очень быстро исчезнет на мой взгляд ну да я думаю это будет просто работа если это если наше хобби любимое превратится просто в работу то кто бы что не говорил что хобби должно быть работой да и тогда не будешь работать не один день на самом деле просто начнешь ненавидеть свое хобби на мой взгляд очень может быть так сегодня ты вернулся к организации фестивалей и делаешь фестиваль блат гельт вот скажи чем блат гельт отличается от других фестивалей в этом году он будет 2 до в прошлом году 1 прошел чем он радикально отличается во-первых я не один делаю мы делаем это целой командой у нас там три главных организатора костя анисимов гуннер более известный как гуннер настя овчаренко из москвы в прошлом из клуба артаборта теперь даже уже не знаю из какого нет из какого-то клуба она кому-то прибилась я никак не могу понять кого ну неважно вот нас три человека мы это делаем сразу была идея идея какая первое самое главное чтобы было очень много войны как раньше и чтобы на этой войне было максимальное количество участников чтобы было интересно и весело как этого достичь потому что так просто люди драться не очень-то пойдут как то обычно бывает половина клуба лежит и ему лень вторая половина медленно одевается и идет и в итоге вроде бы участников скажем 800 а бугурты 50 на 50 такая тенденция не только в раннем средневековье везде фактически это очень печалит кстати вот еще одна отрицательная фигня с которой бороться надо уменьшается количество ленивые все стали нужно наоборот чтобы больше и больше становилось а их приезжают больше а бойцов из них меньше да да так мы решили разыграть некую сцену из жизни викингов то есть есть некая некий сценарий некая игровая составляющая которая как любая игра заканчивается чем выигрышем и получением очень серьезного приза у нас всегда есть сундучок куда набиты всякие шелка кольца мечи топоры шлемы ну то есть там не фигня призы то есть совсем не фигня и плюс есть вот эта игровая составляющая которая заставляет людей крутиться бог мой на прошлом блангельде я на бугурте видел людей которые лет 20 уже в руки ничего железного не брали нет все поперлись воевать поголовно всех заинтересовала и не было вообще ни одного бугурта чтобы людей становилось меньше то есть люди все поголовно полным составом клубов отвоевали три дня очень тяжелых особенно у нас последний день был когда было три серии скажем так бугуртообразных мероприятий утром ну потому что там не только бугурт поле в поле было там и штурмы были и бои по кругу и так далее и так далее и так далее вот все на все мероприятия выходили ну кроме совсем нечаянно получивших травму которые не могли по медицинским соображениям а так все 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 дрались и воевали и было очень весело бодро и азартно здорово в этом году мы планируем посетить обязательно заезжайте и скорее всего даже торговлю не возьмем будем просто воевать в составе команды василия патерласа так следующий вопрос блат гельт пройдет на берегу волхова место это знаковое для раннесредневековой руси волхов был окном в европу и на волхове соединялись торговые пути так известный всем пути зверяк греки волжский торговый путь и будет ли это отражено в концепции фестиваля так или иначе звалиста фестиваль блат гельт то есть кровавое золото в конце концов там все из-за золото золото получать уже из торговли сейчас думаем будут ли там корабли у нас на фестивале благо волхов позволяет он вполне себе дракар охотин довольно быстро на середине но тем не менее вот мы думаем честно муромчан подпишем об от это дело или нет и корабликами у них хорошие пока склоняемся к тому что да скорее всего подпишем тогда этого торгового элемента в антураже будет еще больше о корабль он подразумевает под собой не только военную угрозу бой торговлю до мурского клуба варишь надо отметить отличные корабли очень хорошие особенно их ладья чайка они регулярно участвуют у нас фестивале блин берег и будем рады повидаться с ними на блат гельт давай поговорим немножко об истории почему на территории будущей древней руси до ее становления не существовало государственных образований подобного масштаба так не успели просто у нас славяне начали долгую колонизацию будущей руси с 5 века ну с 4 5 века по большому счету только великое переследие народов стронуло предков славян еще даже наверное протославянами даже еще не назвать предков славян из реала черняковской археологической культуры ну то есть народ кто остался на месте кто кто-то не захотел общаться с гуннами венгриями прочими годами и пошел на север вот где-то к 7 8 веку вся территория будущей руси была заселена славянами и когда бы собственно мы успели какие-то там построить государственное образование времени просто не было это раз во вторых у нас конечно далеко было никому и некогда далеко до далеко не римская империя в смысле плодородия почв то из чего получался главный прибавочный продукт вообще в то время далекое замечательное то есть еды мало излишков мало соответственно тратить что-то на государственное строительство невозможно этого чего-то нет и поэтому русь как нечто единое в культурном историческом плане сложилось как изначально торговая давайте назовем ее условно раннефеодальной империи хотя конечно никакой империи она не была но тем не менее вот этот путь из варяг в греки днепровский путь волжский путь завершения шелкового пути в конце концов которая находилась здесь у нас от новгорода и далее на юг это была торговая корпорация зао русь вот из этого вытекает после вопрос вот смотри мне нравится расширять так сказать границы понимания мира за счет изучения истории экономики и философии но при этом я не являюсь профессионалом в этой в этих областях и некоторые мои вопросы сейчас могут показаться профессионалу любительски на сто процентов тем менее я вот осмелюсь их задать дабы свою свой любительский интерес удовлетворить и возможно интерес наших зрителей безусловно интерес наших зрителей потому что люди не интересующиеся этими вопросами нас смотреть бы и не стали смотри вот такой вопрос как мы знаем базис определяет на стройку да и можем ли мы сказать что именно движение арабского серебра по волжскому торговому пути и пути из варяг в греки создало эту экономическую базу для становления древне узкого разумеется потому что поступление дирхэмов из арабского халифата это было примерно то же самое что сейчас поступление долларов потому что это была основная резервная валюта в европе у нас свои монеты вообще не было долгое время там были довольно были серьезные опыты при святополке при владимире чеканили монету очень недолго потом наступил снова без монетный период но дело не в этом дело в том что в самом деле европа которая исчерпала основные запасы серебра которые были открыты и разрабатывались еще при римской империи остро нуждалась в серебре а чтобы получать его шли на абсолютно любые ухищрения то есть даже очень долгий путь по рекам по волокам в волгу дальше в каспийское море или по днепру в черное море оказывался выгодным хотя концы чисто по километражу страшное то есть если за год можно было обернуть экспедицию туда-сюда это было хорошо я думаю но при этом несмотря на ни на что поток серебра был настолько важен что путь из варяг в греки это был все европейского значения даже не просто торговый путь а культурное связующее звено важнейшее по которому да текло серебро и не только конечно серебро и да именно на эти деньги давайте назовем это так в широком смысле на этот капитал да на этот капитал стало возможно построить государство от старой ладоги до тьму таракани которая в общем-то просуществовала не так уж и мало по историческим меркам потому что это кажется что вот раз оно при олеге начинает быть при владимире святом она уже фактически есть десятый век и уже в 1130-х годах все это разваливается окончательно то есть вроде бы немного с другой стороны 200 лет историческая перспектива 10 поколений 10 поколений приблизительно до прожил в каком-то едином государстве и у нас начала быть общая историческая судьба у всех этих разрозненных племен которые друг друга в глаза не видели у них просто шансов не было общаться друг с другом на постоянной основе далеко ходить пешком если бы не было этой выгоды в совместном обслуживании огромного торгового пути тут конечно можно вот как раз и предположить что может быть государства подобного масштаба до этого не было просто не было подобной экономической базы ничего аналогичного потому что во первых нас тут людей было мало собственно кто бы стал строить при плотности населения там примерно хватало земли в западной европе один человек на 10 квадратных километров как это было на славянской колонизации кто бы стал строить государство главное зачем прекрасненько жили тут финно-угры своим рода племенным строем и все у них было хорошо пока с одной стороны с юга не пошли славяне а с севера крайне бодрый не очень многочисленный но очень неактивный скандинавский элемент который нам и имя страны дал в конце концов вообще вот европе такой незапланированный вопрос европе грубо говоря зачем нужно было это серебро и золото то есть понятно в античные времена оно существовало можем ли мы предположить что кроме внутренних нужд оно было необходимо для внешней торговли некого такого балансирования внешнего торгового баланса так как все товары которые приходили в древнюю римскую империю скажем из того же китая они могли быть оплачены европой только серебром и золотом потому что ей было просто нечего предложить нет конечно европа да и русь тоже помимо каких-то натуральных товаров то есть первую очередь то чем русь торговала во многом мехом драгоценным мехом вплоть до 17 века это было очень очень серьезная единица капитальных товаров скажем так мы еще рабов поставляли супермассово просто супермассово славянские наши славянские скандинавские давайте назовем их по простому разбойники отлавливали славян которые жили подальше от рек и продавали их в рабство в промышленных масштабах то есть то же самое что в африке это в одно и то же время происходило если мы поговорим о временах арабского халифата с занзибара возили в халифат черных рабов с волги днепра и так далее белых рабов это очень интересно потому что зао занзибара сложилась в то же самое время когда и зао русь только с двух разных концов глобуса а историческая судьба во многом похожа да но серебро то нужно было далеко не только для внешней торговли отнюдь у нас после падения римской империи прошел этот период настоящих темных веков и наблюдалось складывание новых ранних государственных образований а значит и оживление торговли нужно было торговать а при помощи натурального обмена делать это страшно неудобно ну там не знаю ты за один меч пригонишь 20 коров ну да это не очень не очень здорово а так ты приволок он кошелечек вот тебе товар прекрасно практически то же самое что с карты на карту сегодня перевести конечно конечно это было гораздо удобнее европа остро нуждалась в этом серебре а потом правда они к 1090 годам догадались и просто завоевали себе порты до средиземном море в ливанте при помощи первого крестового похода и пусть этим русь стала не актуальна конечно у них конечно она оставалась 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 актуальны всегда но такого такой огромные выгоды от совместной эксплуатации больше невозможно было получить но и все как написано в летописи разодравшаяся земля русская в 1136 году если не ошибаюсь по эти временных лет эта запись есть но нет золотой век как раз начался именно с разрубленностью почему потому что это очень это очень интересный вопрос почему потому что раньше ну давайте так условно назовем налоги все поступали в центр сначала это была ладога потом это было рюриково городище новгород понятное дело и так постепенно доехали до киева который находился в центре империи там было удобно вот налоги все уходили туда и киев цвел а как только денежек стало на круг меньше все разбежались по своим маленьким уютным квартиркам но в каждой отдельной квартирке денег стало разом больше и поэтому у нас появились все эти прекрасные софийские соборы везде от новгорода и полоцка и так далее вся наша древнерусская замечательная архитектура он андрей юрьевич боголюбский аж у фридриха барбаросса мастеров итальянских выписывал чтобы строить покрова на нерли например или успенский собор в владимире это итальянское зодчество большому счету на русской почве то есть сажили естественно правящий класс зажил несколько богаче на местах чем это было раньше как сейчас говорят некоторые давайте децентрализуемся к чему это привезет к тому что профинансируем дворцы губернатор обязательно это и произошло децентрализация какую роль скандинавы играли в становлении древней руси это был тот самый буйный активный компонент без которого невозможно было бы обслуживание всего этого торгового пути повторюсь от ладоги до тьму таракани ну и долгое время по волне ходили на на каспии кто это это люди которые принесли корабли корабли и мечи в большом количестве то есть это была вот та самая прослойка куда довольно быстро интегрировалась ну или наоборот как которая и так была сама интегрирована в нарождавшуюся собственно славянскую правящую верхушку у нас это со скандинавами мы прожили очень долго вместе потому что у нас самые первые доказано и хорошо датируемые скандинавские постройки в ладоге вообще 730-е годы это до начала восьмого века более того славяне там появились чуть чуть раньше чем сами скандинавы мы жили очень долго вместе по крайней мере у нас там на севере и потом оказалось что есть возможность получать вот тут самый барыш который европа нащупывала как в темноте палкой откуда откуда взять это самое викинги будучи этими пассионариями раз и в точку попали да отлично и дальше а вот такой вот вопрос какие конкуренты были у рюриковичи в историческом процессе вообще вот существовал же допустим такой центр как искористень и там вот правил князь мал который в 945 году устроил восстание он даже претендовал на киевский престол и возможно мог бы сместить династию рюриковичей знали бы сейчас династию маловичи вот такое произойти и были ли какие другие еще во первых кто такие рюриковичи рюриковичи это только кусочек скандинавов которые к нам приезжали и жили подолгу здесь у нас прям были свои настоящие славянские скандинавы в большом количестве вот например который еще до рюриковичей да конечно вот в полоцке своей династии была кто такой ренгвальд рогвальд мы не знаем потому что так сложилась историческая судьба что владимир это сдавил полоцк и надолго подобрал его под себя могла быть это династия рогвальдовичей ренгвальдовичей пожалуйста были какие-то скандинавы которых в девятом веке как говорят поставили на лыжи и выгнали с руси а кто их выгнал во первых а славяне б собственно скандинавы которые здесь жили на славянской земле повторюсь восьмого века вот я думаю что они совместными усилиями то всех и выпрели в ходе чего почему тут сгорела старая ладога первый раз как раз это очень удачно попадает в хронологию потом да конечно своя нарождающаяся славянская аристократия но тут конечно если мы возьмем некого этого коллективного князя мало именно у славянской это племенной аристократии были большие минусы потому что они были ориентированы в первую очередь на собственную территорию вот я тут буду сидеть и все вот эту децентрализацию то есть они своего добились позже 12 конечно это по объективным причинам просто скандинавы уже давно к тому времени умели делать самое главное совершать огромные переходы неважно по рекам по морям и они просто обладали опытом той самой мобильности которой не было очень много у кого их мало именно в государственном смысл дело даже не технологиях потому что у нас-то они по рекам в основном плавали на местных судах нам у нас на моноксилах дракарты ты понимаешь отлично войдет и в волгу и в днепр куда хочешь там авианосец войдет если надо его таскать просто тяжело но военные предприятия осуществлялись при помощи естественно скандинавских боевых судов и мы видим просто какое огромное количество появляется скандинавских морских вообще водных технологий в том же новгороде с появлением там скандинавского элемента раньше этого просто не было да конечно все это потрясает удивляет и чем больше погружаешься тем интереснее имеет ли значение кем был рюрик скандинавом или славянином с точки зрения исторической разница равна вообще нулю абсолютно все равно был он скандинавом был он славянином но если мы возьмем узкий исторический вопрос то есть интересно же знать в конце концов кто такой был вот это легендарный рюрик вот он конечно скорее всего там на 99 процентов был скандинавом и причем вот тут то уже конечно вопрос шведом или датчанином мы не очень понимаем потому что если тот самый рюрик фрисландский который как раз в то самое время проживал и активно действовал то он будет датчанин безусловно но как показывают исследования большинства доказанных рюриковичей я имею ввиду днк исследования у них видно что предки происходят из района старой упсала то есть это швеция все-таки а это как изучали это по останкам изучали или современных потом и останки изучали и современных рюриковичей изучали массово там основная часть видимо опять же имела предков из района старой упсала интересно почему этот вопрос вообще кем был рюрикович является таким болезненным для патриотов в кавычках для таких трубы патриотов это этнический вопрос я бы сказал даже шире национальный вопрос стал очень сильно остро стоять 18 веке с образованием с началом образования политических наций потому что никуда не денешься от того факта что у нас были свои предки которые уходят в глубину веков а никто так понятно что они русские или неважно если бы там в англии будем это английский и так далее и тому подобное а значит они точно такие же как мы сейчас но факт в том что в девятом веке 10 веке самого феномена нации вообще не существовало этносы были нации нет поэтому важно было к какой политической группировки принадлежишь не более того хоть и нас до того каким да 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 так будь ты хоть негр преклонных годов всем было абсолютно вообще это третий вопрос какого-то там цвета откуда ты происходишь главное чтобы ты за своих добил главное кому лояль да да главный вопрос лояльности и герба главное быть за своих завершающий вопрос кому стоит попробовать историческую реконструкцию всем желающим это пока не попробуешь не узнаешь я знаю людей отличие отличника которые были очень хорошие реконструкторы в смысле делали все правильно там ходили за тренировки шили костюмы но не зашло не два года поездили говорят но не мое не можем тяжело или как-то не нравится или что-нибудь еще а другие как мы знаем и по 30 лет уже в теме и по 25 я 27 получается уже дам я получаю с 2004 18 о тоже неплохо то чувство когда большинство современных реконструкторов еще даже кольчуги не пробовали одевать а у меня уже 10 сезонов за плечами было до встречи на блат гельди благодарю за прекрасный разговор надеюсь ты не сильно замерз да нормально заезжайте обязательно и вы тоже обязательно заезжайте до блат гельди будет интересно на блат гельди мы обязательно снимем про фестиваль и я надеюсь сможем тебя отвлечь от организаторских дел еще немного побеседовать смотрите на следующие видео а